Я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну рассказывайте, как съездили. Съездили хорошо. Привезли места. Вы привезли первое место. Вы в студии современного танца. Да, ты? Среди всей Алисии. А ничего себе. Там было очень много конкурентов. Сильно соперников. Мы очень сильно переживали, что не возьмем ничего. Ну вот, мы счастливы. Первое место получается у нас на студенческой весне. Да, на современной весне. Ну, современная, я так понял, когда мы здесь смотрели вас на ФСК. На Межвузе. Да, на Межвузе. Ну там понятно было, что в общем-то глубоко в отрывы шли. От остальных сразу все понятно было. Еще что? Какие? Я заняла второе место. Да, в самом исполнении. А, это тут у тебя горловой пыльник? Да. Да. Мы говорили, а что за девочка? Как она это делает? Ну, в общем, вот эта женская горловая, она просто, знаете, взорвала. Ну, вы сейчас в тву собираетесь же, да? Да, с водкой. Сегодня ночью. Кобильный, когда отдыхайте-то? Вчера, вчера мы до 11 прессали на творческом вечере, то постоянно вас куда-то дергают. Еще учиться же надо когда-то сказать? Учимся хорошо. Учиться хорошо. Учиться хорошо. Учиться хорошо. Хорошо учиться? Да. Да, хорошо. Ну ясно. Так. Это студия «Ингрун». Мы заменим второе место в музыкальном исполнении с нашим номером «Бонгол Морь». Морь Вени. Этно-рок тоже. Я очень. А, в третьей степени у меня снова. В другой, правда, уже категории, не в сольном исполнении, а в малой форме. То есть, конкуренция расширилась. Соответственно, я считаю, что это все-таки тоже результат. Это по гимнастике когда? Воздушная гимнастика. Воздушная гимнастика. На которую невозможно без замирания сердца смотреть. Просто вообще-то реальная строчка. Акадия, вы занимались до этого чем-то, да, раньше что ли? Ну, я работаю. Ну, вот, то есть спортом каким-то? В популярском цирке. А, в цирке, да? А сейчас направление подготовки какое? История. Историк? Угу. В индивидуальном графике Катя, кстати, справляется. Очень стабильная успевательность. Хорошо. Вот еще у нас диплом. К сожалению, я сейчас диплом в моей руководительнице. Ну, это студия эффекта, да? Да, эффект. Не шифранина. Лауреат третьей степени по спортивно-балльной номинации. Получил колоссальную эмоцию и ее опыт огроменный. Ну, вот до этого байля занимался, да? Ну, немножко. В детстве, в школе, получается, с первого по пятый класс. Это у нас в Ломове? Нет, в Сердокальске. А, ты оттуда? Да, да. В Байкетске. У нас еще, кстати, в современном танце с сольным номером Лёва Зимин с исторического факультета тоже по-сторону. Получается, у нас, вы взяли одно первое, да? Да. Два вторых? Три вторых, да? И одно третье. Два третьих. Два третьих. А еще третье это? Бальный. Бальный, да? А второе еще? Лёва. Лёва Зимина. Лёва Зимина. А там у него что было? У него был танец. Ну, вот сольный. Это номинация уличной станции «Солашка». А кто сильно так вот выглядел? Ну, сольный. Наверное, это же Тарануэстан. Тарануэстан? А Генеровского. Ну, они всегда классики. Вот Астан. Ну, вот я всегда помню, что всегда вот эти республики, значит, Южная, там, Дагестан, вот они всегда прошло выступают. Они же там такие харизматичные, они свою безгинку начинают танцевать, там, с такой экспрессик тоже танцуют. Кром. Как все так. Да, и у них костюмы такие хорошие. А Владивосток-то еще и хорошо представили, да? Очень хорошо. Очень, да. Ну, на фуру деньги просто есть. Да, Татарстан, например, они привезли 120 студентов. Кемерово – 100. Владивосток тоже около 100. Даже Иркутск привез 80 студентов. Всех авиа. Представляете? И мы так это, ну, ничего-ничего, да. У нас-то больше всех наград. То есть мы взяли экстенсивово-неэкстенсивово. Да, из восьми номеров нашего университета шесть отмечены, знаете, вот этими именно лауреатством. Там потому что делегации были, участники, которые, знаете, вот, Николай Ильич, они рыдали от радости, когда получали бумажку спецприз. Здесь, а тут лауреатство. Мы спецприз нам не достались, господи, мы там уже вообще прям это, а когда лауреаты, лауреаты пошли, очень высоко, конечно, оценили. Вот. Спасибо большое за то, что поддерживаете студенческое коллективо. Сколько час у нас получилось? Восемь час поездил? Ой, восемь номеров, а человек был у вас? 24 студента. Ну, а то были, а еще соседних вузов были? Да. Одна девочка была с БГСХ. Она играла на Чанзи, но она, к сожалению, ничего не заняла. И из ВСГИКа было 9 человек. Ну, там у них один мальчик с Ольгой, а я с Домбой взял первое место. А в другую стихологическое не было? Они не отправили? Они постепенно все отдали свои места БГСХ, в Гуту, и мы их прибрали себе. Поэтому у нас получилось 25. Так что до этого давали 20. Вот мы подбирали, подбирали, и, по-моему, там качественно подобрали все. Ну, теперь уже коллектив-то узнают, наверное, когда вот такие наши этно-студии там рядают, когда уже узнают же, наверное, узнают. Узнают, там даже участники, другие делегации. У вас-то друг друга, наверное, уже тренеров знаете? Да, конечно. Многолетняя там дружба, да. И с дирекцией тоже. Тельми хорошо принимали? Очень. А жили в Тургасеи? Мы были на курте Усть-Качка. Усть-Качка. Парнеологический курорт. Очень такой топовый на Урале. Очень такой дорогой. И нас определили в самом лучшем вообще там пансионате. Шведский стол. Там дети-то вообще радовались. Радовались. Ну, в шведском столу больше всего, чем двухместным номерам, со всеми удобствами. И ковролины там везде-везде. Ну, то есть, жили по-человечески. Как настоящие артисты. Как этот, перед артистом, как называется? Райдер. То есть, уже райдер был у вас, да? Ну, хорошо. Ну, и планы у вас какие теперь? В общем, у нас Алидон сегодня ночью выезжает в Тыву. Я так думаю, что они там очень сильно прокачаются. В плане вот мастерства, горлового пения и так далее. Катюша, он ее предстоит дальше. Сейчас вот она учебу опять это. Гастроли дальше, в Читу. Вот, очень опасный, конечно, экстремальный вид спорта. Когда смотришь, как-то невозможно привыкнуть. У Кати, да? У плату не мокрый. Вот, просто мы сидим, умолимся. Значит, это. Ну, молодец, тем не менее. Эффект у нас дальше. Будем продолжать работать. Вот, они поняли, поверили в себя. Коллектив прямо вот, знаете. Ну, потому что «Вальтанц» тоже этого, мне так кажется, но на самом деле очень сложный. Очень. Очень сложный. Тонкостей очень много. Да. А студии современного танца «Дарт Крю» они у нас прошли в международный финал конкурса. И там было мало регионов. Буквально 23-24. И вот в Бурятия соединенных с номером великого осколка наших «Дарт Крым». Мы хотели бы передать вам такое благодарственное письмо. «Вальтанц» 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 «Спасибо вам большое за поддержку, за то, что отправляете детей. Они прокачиваются. Показывают, что у нас тут все вообще не хуже. У нас даже лучше, чем…» «Прям очень много». «Ну мы когда ездили с вами на Кремлевской сцене выступали, сейчас уже эти ребята выпустились, уже нету». «Ну, еще не все. Еще не все?» «Да, есть, есть». «Но из вас никто не был там, да? На Лецепт Съездах?» «Да». «Мы тогда помним, когда…» «Это же номера «Легенды» там были?» «Да». «Три номера, да» у нас, по-моему, там было участие. «Как ни у кого». «Как ни у кого, да. Три номера, они все были на сцене. «Ну там, правда, здесь же был калаш, они же все одновременно там. Потому что не было возможности по одному. И потом, у нас тоже было немного, но, представляете, размер Кремлевской сцены, 20 человек там можно потеряться, как ты в стадионе танцуешь, поэтому там сразу несколько номеров шло одновременно. Ну, они там калаш такой сделали, но, в принципе, получилось неплохо. «Да». «Но зато, как мы попадали туда, помните, там часа два, наверное, только стояли, чтобы через эти рамки все…» «Да, кордоны все эти пройти, чтобы попасть в кастрю, да. Потом, значит, за то, сколько фотографий там ребята делали, они так, по-моему, очень долго не снимали свои костюмы и носились по этому дворцу съезда, по Кремлю вообще, и, значит, везде фотографировались, в каждом углу. Поэтому здорово, здорово. «Да». «Ну, молодцы, молодцы ребята». «Спасибо». «У нас, хочу, чтобы вы на будущий год также принимали активное участие. Тут магистратов нет? Всего два, да?» «Я магистрат первого». «Первого? Вот еще на будущий год ты с нами. А потом что, может, в аспирантуру останешься?» «Да». «Наверное». «Что делать? Оставайся. Все местные, все в Солмуде или в районах есть?» «Солмуде». «Все в Солмуде? Ну, ясно, то есть все городские. С общежитием проблем нет, да? Ну, мы вот получили приказ министра, будем начинать строить новое общежитие. Уже все, нам разрешили, да, мы уже включили нас в программу. В этом году начнем строить большое, 11 этажей, современное кампус-проект, то есть там по две комнаты, с туалетом, с ванной, ну, то есть как положено, не так, как у нас там коридор на 500 человек, это хорошее, что мы будем строить. Так что уже проект сделаем, все будем строить. Ну, и на Байкале сейчас у нас, в прошлом году были же на Байкале? Сейчас у нас к середине июня мы уже сдадим там двухэтажный корпус на 46 мест с номерами, все там, туалет, душ, так что приедете и уже будьте человечески там жить. И не так летится там в тех комнатках. То есть уже новый корпус тоже в этом году сдадим, в начале сезона. Так что вот, тоже маленько попростусь. Ну давайте, да, запрещаемся. Спасибо. Ну, все, ну успехов вам. Спасибо. Спасибо.